В ряды вооруженных сил Казахстана вступают молодые люди два раза в год. В воинскую часть 5510 было зачислено более 300 солдат из 12 регионов страны. Молодые солдаты воинской части 5510 торжественно приняли присягу. Помимо акмолинцев, ряды вооруженных сил пополнили призывники из Карагандинской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской и других областей. Был поднят государственный флаг. На мероприятие ветераны передали свои поздравления новобранцам. «Уважаемые сержанты, солдаты, родители и гости! Сегодня важный день в жизни каждого солдата, стоящего в этом строю. Армия – это бесценный опыт, который делает каждого парня мужчиной. Вы можете гордиться собой, потому что вы с честью пришли исполнить свой долг перед Родиной». Большинство солдат только что окончили среднюю школу или колледж. Для них военная служба – это первое испытание во взрослой жизни. Но они сообщили, что готовы к армии. «Наши отцы и деды всегда приносили клятву верности перед Родиной. Брали в руки оружие и неустанно защищали свою Родину. Мы солдаты 2024 года. Готовы выполнить свой воинский долг, помня пословицу. «Я служил в стране и служил народу», как говорил Бауржан Мамышева». Несмотря на дальнюю дорогу, родные и друзья призывников со всей страны выразили свою поддержку им. «Я приехала на присягу к своему младшему брату. Мы из Алматы, город Талгар. Я очень рада, что он решил пойти служить. Это было его личное решение. Ему 21 год. Он решился, сам пошел. Даже родителей не спрашивал, просто ушел. Его отправили в Кокштау. Я рада, что он сюда попал. Мужчины, которые служили, намного сильнее морально духом, чем мужчины, которые не служили. Мой отец служил, и мой брат. Братишка служит. И, в общем, я рада и горжусь им». «Желаю всем ребятам здоровья. Желаю им выполнить свой долг перед Родиной и вернуться к родителям и братьям. Всем удачи». Отметим, что солдаты один месяц назад находились на учениях воинской части 5510. Встреча с родственниками – один из самых долгожданных моментов граждан после разлуки. После присяги им разрешили остаться с родителями до 7 часов вечера.